Газета «Нераскрытые преступления» в ответ на обращение общественной организации «Кавальер» в рамках борьбы с религиозным экстремизмом представляет. Джозеф Грейбоски. Основатель и председатель Института религии и общественной политики, дважды номинированный Нобелевской премией мира. Основатель и председатель Грейбоски Global Strategies. На протяжении многих лет мы работали над тем, чтобы донести до людей, что без четких методологических стандартов, без терминологических стандартов, которые определяли бы действия, а не убеждения, которые ведут к совершению преступления. Без этого всего можно назвать любые убеждения преступника. Вице-президентом ФЭКРИС является Александр Дворкин. И ряд экспертов из Европы и Российской Федерации утверждают, что его деятельность в целом носит экстремистский характер. Как вы можете прокомментировать подобную позицию? Честно говоря, единственное слово, которым я бы мог описать деятельность Александра Дворкина – это безумие. Например, он считает религиозные организации экстремистскими только потому, что они против разводов. Кроме того, у него нет соответствующего образования, экспертной практики и нет оснований для его претензий. Он просто ворчит, как недовольный и безумный человек. Как вы думаете, деятельность ФЭКРИС и таких людей, как Дворкин, опасна для международного сообщества? Я абсолютно уверен, что действия Дворкина и таких организаций, как ФЭКРИС, опасны для международного сообщества. Они подрывают цивилизованность, подрывают общественное взаимодействие. В мире мы видим экстремизм против мусульман, мы видим экстремизм против меньшинств любого рода. Общество должно строить взаимодействие, а не ломать его. И то, что делает ФЭКРИС, это распространяет небезопасность, ложь и ксенофобию. Я думаю, очень важно показать общественности те организации, против которых ФЭКРИС совершила свою деятельность, и привести доказательства. Я должен отметить, что 21 век — это век информации, но информация должна быть достоверной, честной и проверяемой. И ваш проект в этом фундаментальный.